вообще что такое гнев по сути что такое раздражение по сути значит это нарушение наших с вами границ и вот я про это хотел бы с вами поговорить вот в таком практическом ключе значит вообще так задумано этой нашей матушкой природой вот что мы с вами весь мир делим на мое и не мое на я и не я вот на как бы ну да мое и не мое значит мы нам очень важно свое охранять вот вы можете по детям посмотреть что происходит с ребенком когда у него берут какой-нибудь ребенок подходит и забирает у него игрушку его забрали мое мая игрушка ты не без и мой горшок мне больше не дружок и так далее вот то есть охрана своего это понятно потому что мы должны охранять свою территорию кстати вы бы были животным которые бы не охраняла бы свою берлогу понимаете приходи кто угодно это делать что хочешь жири мои запасы это не эволюционно бессмысленно вот то есть мы все время охраняем свои территории значит и это связано со всеми вот эти конфликты игры пограничные понимаете все люди границы ставят забрали двери там и тогда что такое это защитить территорию вот мы при этом территории для нас они только такой географическое или пространство имеет значение она еще есть территория социальная место мы в ли в моем доме это уже социально это не вопрос территории да а вот я здесь руковожу по моем доме чтобы такого не было никогда нигде не границу охраняю они и так вот у меня есть социальное такое требование соблюдение вот этого мама них границ да значит при этом другие люди они просто представьте себе что будет происходить если незнакомый человек подойдет вам на расстоянии 20 сантиметров вы как себя будете ощущать вы будете ощущать себя дискомфортно почему потому что он нарушил вашу вот эту субъективное называется личностное пространство он его нарушил значит когда мы с кем-то что-то обсуждаете у вас есть мнение например по кому-то вопрос вы считаете что какой-то фильм гениальный вот и прекрасный а он приходит и говорит мир этот фильм этот твой и дальше четырестопным ямбом понимаете по нему вы как себя чувствуете вас вроде бы не тронули ничего с вами не происходило но при этом то что вы считали своим как мнение как ощущение как понимание как переживание и так далее кто-то пришел понимаете и на это на все покусился и вы в агрессии вот когда два человека спорят что такое в споре победить до выяснение отношений вот пара выясняет отношений я дым и все в дискуссии значит что они пытаются сделать они пытаются отвоевать свою территорию своей правоты в их отношениях защитить собственную значимость ценность территорию социальное влияние авторитет и так далее так далее так значит и дальше смотрите вот когда кто-то заходит к вам на страницу гадость какой-нибудь пишет вот вы чего чувствуете люди позже позже в вашей территории в вас и я не вот теперь вопрос вопрос философский значит где вот это такое слово свободу в демократическом обществе это когда этот как его ваша свобода качается где-то у моего носа вот такая конструкция все могут делать то что угодно но как бы друг на друга не не покушайтесь вот звучит красиво проблема состоит в том что у людей есть есть талант присваивать себе всю возможную реальность вот условно говоря там человек может читать что он там авторитет какой-то сфере все кто скажет что-то другое значит они все просто изначально этот как его кто-то может считать что он как бы заслуживает того чтобы все были от него в восторге все его любили всем восхищались там и так далее и этого не происходит значит понимаете с в чем как бы суть и ядро этого этого всего безобразия почему я говорю что про это надо думать в практическом ключе вообще это с одной стороны но такая наивность я не буду говорить что это как бы немножко умность вот но считать что наши границы как-то существенно вот как бы должны определять жизнь других людей вот это просто избыточный эгоцентризм сейчас вообще все многие страдают просто считаются все пупом земли мы поизучали кстати специальные исследования проводили вот все от я мое мнение мое это там и так далее будьте любезны все сами с этим день это детский сад это вообще признак инфантильности эгоцентризм посмотреть в учебниках это фаза развития детского мозга да но мы немножко вот все в этом смысле стали такими что мы свою я настолько все его выпитили во всех направлениях что все границы пересеклись а когда все ваши эго входят в другую ровно в этот конфликт в эту в эту давку на вот то вы неизбежно ощущаете раздражение вот она нахлёстывает и потенцируется вот и как бы как огонь начинает распространяться по сухому лесу вот поэтому первое и самое главное что нужно понять и что я хочу чтобы вынесли сегодня из этой нашей встречи вот потому что информацию надо потреблять правильно кусками обязательно ее потом реализовывать вот чтобы она стала вашей частью и действительно вам стало помогать вот самая главная может быть мысль если вы испытываете какое-то раздражение связаны с близкими людьми там и так далее вы можете избавиться от этого просто передвинуть свою внутреннюю границу разрешив этому человеку вот где-то ходить и это же граница она но если он заходит к вам в комнату у вас есть комната и туда нельзя сходить но как бы сложнее мамы пока заходит к подростку в комнату он испытывает агрессию как бы с комната ладно но вот в психологическом плане считать что другие люди прийти в этом же если нету географии если нету площади в квадратных метрах эти границы они находятся в любых плоскостях вы можете просто взять и сдвинуть отодвинуть ну как бы он в своем мире занимается всем этим вы в своем мире и его границы это ваши границы вы можете их двигать вы можете передвигать их но вы можете управлять собственным психологическим пространством вот не пытаться эти пространства друг на друга чтобы они наезжали какая часто происходит в отношениях вот а как-то уметь их как бы разносить в пространстве друг относительно друга по осям и если вы психологически способны вот так себя по настраивать то вы не запускаете патологический круг вот этих вот реакций то что как получается я чувствую что я мои границы бесконечны значит кто-то на мои границы зашел я напрягся я начал думать дальше начинаются когнитивные конструкции что он не должен был так делать он не имеет права так со мной разговаривать там это все 5 10 и так далее и это все включает уже все наши подкорковые истории у нас начинает приниматься артериальное давление сердцебиение потливость руки сжимаются в кулаки челюсти превращаются значит металлический шкат 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 и дальше все это считывается тем персонажем потому что вполне возможно что зашел-то не глядя он просто мало подумал думать сейчас вообще не самое модное занятие и начинает это считывать вас начинает раздражаться на вас и дальше уже прямая конфронтация когда интенсивность вот этой агрессии начинает как бы как это но друг друга одно другое как в этом ракеткой кидает и все мяч вот и вот держи их семеро вот поэтому самое такое важное с точки зрения раздражительности вот это внутреннее напряжение ощущение дискомфорта вот это агрессивности вот это вот это всего вот это конечно умение спрятать отвести свое пространство и беречь его беречь свое вот это внутреннее пространство не пытаться его раскинуть на границе где ходит хмуро тучи значит на границе тучи ходит хмуро раньше пелось так в патриотических песнях вот значит это такая вещь философская она требует для человека действительно возможности вот такого личностного серьезной проработки вот но мы все с вами люди грешны вот мы слабые вот эмоциональным и подвижные и прочее вот поэтому вот одно и такое как по философии недостаточно на важно иметь какие-то практические инструменты главным эти инструменты конечно применять со смыслом они составь дурака богу молиться вот он лоб разобьет вот и поэтому идея состоит в том что есть набор психотерапевтических техник и упражнений которые могут вам помочь лишить ваш ваш мозг значит вот этих нейрофизиологических факторов приводящих к эскалации внутреннего напряжения агрессии то есть есть набор механизмов которые связаны с работой с мышечными блоками с дыханием с переключением внимания с когнитивными техниками там и так далее которые позволяют вам снизить вот этот внутренний нижний напор до идущий вверх в голову и если вы его соединяете с вот правильным пониманием правильным видением то у вас появляется реальная возможность ну просто изменить собственные привычки поведения не раздражаться в тех ситуациях которые прежде казались раздражающими не напрягаться там где это на самом деле не нужно но вы делаете потому что вы делали это 225 раз до этого и вы продолжите это делать следующий раз то есть условно говоря если вы хотите начать управлять собственным состоянием можно пытаться себя как-то перенастроить и это важно но это хорошо делать когда вы можете контролировать реально свои психические состояния собственно для этой цели я все время сделал курс он называется курс шаг за шагом вот который состоит из набора таких психотерапевтических техник и упражнений которые позволяют вам начать управлять собственным национальным состоянием если мы говорим про курс шаг за шагом его важность в системности очень сложно себя организовывать в этом мире очень сложно сделать какие-то психологические механизмы частью своей жизни для этого нужно обязательно помощь поддержка контроль если у вас есть тренер то вы занимаетесь значительно лучше в спортивном зале чем у вас нету тренер когда мы говорим про специальные занятия на курсе шаг за шагом мы говорим про то что там есть очень четкое ясное понятное красивое объяснение всего того что с вами может происходить есть как это практические примеры потому что я беседую там непосредственно с людьми которые переживают те или иные состояния дискомфорта вот и значит очень это полный набор знаний плюс к этому упражнений плюс к этому обратная связь прямые эфиры с психотерапевтами профессиональными которые работают в моей клинике специальные лекции с моим участием и там и сам можно задать вопросы то есть вы получаете не просто набор каких-то инструментов да которые на самом деле при желании можно вычитать хорошей психотерапевтической книжки вы получаете программу с помощью которой вы можете последовательно шаг за шагом улучшать свой собственный психологический функционал свой психологический ресурс который позволяет вам как бы просто управлять своим состоянием а начать чувствовать себя по-другому начать чувствовать себя людьми не которые зависят от вот этих эмоций переживаний чувств а понять себя и ощутить себя как человек который способен определять качество своей жизни